На минувшей неделе Конституционный суд начал масштабную проверку российского избирательного законодательства. Судям предстоит решить, могут ли обычные избиратели оспаривать результаты выборов. Оказалось, что сейчас граждане России такого права лишены. В этом на собственном опыте убедилась группа истцов, безуспешно пытавшихся обжаловать в Верховном суде итоги парламентских выборов 2011 года. Несовершенство закона возмущает Константина Ремчукова. И когда говорят, что чувак, успокойся, расписался, взял бумажку, бросил, повернулся и пошел. Это не твое дело. Ну это просто. И это за рамками вот даже представления. Потому что вот как-то я не обратил внимания, хотя я читал вот эти законы о гарантии основных избирательных прав граждан. Я не обратил внимания, что оказывается наши права заканчивают момент голосования. Поэтому я бы очень хотел, чтобы Конституционный суд подправил эту линию на наши права продолжающиеся. Но боюсь, что политическая целесообразность власти будет подсказывать Зорькину другое решение. Бессмысленно считает затею гражданских активистов писатель Михаил Виллер. Отдельный избиратель вправе оспорить все. Насколько ему удастся это оспорить, это уже следующий вопрос. Я думаю, что спорить придется долго. Ему объяснят, что наш суд самый справедливый суд в мире. И велят оплатить судебные издержки. Важность поднимаемой проблемы, очевидно, журналисту Артемию Троицкво. Если, скажем, один человек или группа граждан, а я знаю, что такие случаи бывали и довольно много, обращаются с тем, что они были, скажем, членами наблюдательной комиссии, что они видели, что был крупный вброс фальшивых бюллетеней, или наоборот, что что-то там спрятали, унесли, или что приезжали вот эти автобусы с этими подкупленными карусельщиками и так далее. То есть, если речь идет уже не о каком-то частном единичном случае, считаю, что в этом случае, конечно же, это с одной стороны должно быть открыто уголовное дело, с другой стороны, результаты выборов в данном округе должны быть пересмотрены, или аннулированы, или должны пройти повторные выборы. Прерогативы граждан считает разоблачение фальсификации. Историк Николай Сванидзе. Именно отдельные избиратели, граждане страны, они вправе оспорить результаты голосования. Почему же? Они вправе возвысить голос. А иначе кто оспорит эти результаты? Пока какая-нибудь организация это сделает. Да, граждане это должны делать, я считаю, имеют полное право. Неотъемлемым считает право пожаловаться на качество избирательных услуг Историк Николай Усков. Избирательная комиссия – это государственный орган. Если мы зафиксировали некое нарушение, мы как граждане зафиксировали, я как гражданин зафиксировал некое нарушение на избирательном участке, я, наверное, имею право потребовать, чтобы это нарушение было устранено. Да, если оно не устранено своевременно, то я, наверное, могу потребовать наказать кого-то за это правонарушение, так же, как я могу потребовать, чтобы наказали ЖЭК или, я не знаю, какое-нибудь другое ведомство, которое обязано мне предоставить некую услугу, а в частности, в данном случае, это услуга моего права избирательного. Соответственно, мне кажется, это логично. Защититься от фальсификации должен каждый гражданин, уверен экономист Сергей Алексашенко. Граждане имеют право защищать свои интересы, если они считают, что их ущемляют. Вот ведь то, что мы видели, не знаю, на протяжении последних, ну, чуть меньше, чем полутора лет, это неприкрытая фальсификация, даже не то, что выборов, а это неприкрытая фальсификация итогов голосования, то есть процедуры голосования, подсчеты голосов, составление протоколов. И есть многочисленные свидетельства, вплоть до документальных, там, видеосъемки, в том числе сделанные с официально установленных камер. И, конечно, в этой связи граждане имеют право защищать свои интересы. Редактор субтитров А.Семкин